К чужим недостаткам легко привыкаешь, если не считаешь своим долгом их исправлять. Мы все добиваемся только одного – нравится. Я по сей день не знаю, что кроется за этой жаждой побед, избыток жизненных сил или смутная, неосознанная потребность преодолеть неуверенность в себе и самоутвердиться. Хорошо чувствуешь себя в своей шкуре, пока есть человек, который эту шкуру гладит, согревает ее своим теплом. Потому что любовь – самая приятная, самая настоящая, самая правильная вещь на свете, и не важно, чем ты за нее платишь. Всегда приятно видеть веселыми людей, которым мы причинили огорчение. Это меньше расстраивает. Уверенность в себе – опьяняющее чувство сообщничества с самим собой. Когда обманываешь кого-нибудь, то почему-то всегда скатываешься на фамильярность. С начитанной женщиной спокойнее, она смутно знает, что ее ждет и что ждет ее партнера. Партнер другого кажется нам препятствием более серьезным, чем наш собственный. Разумеется, думать так было бы бессовестно, но счастливый человек – чаще всего человек бессовестный. Для внутреннего спокойствия нужна внешняя суета. Я не люблю, когда свои вкусы превращают в философию полную презрение к тем, кто их не разделяет. Любопытно, как порой бывает удобно, когда Гордиев узел разрубаешь не ты, а кто-то другой. Жиль держал Натали за руку, но ни о чем не думал и лишь смутно ощущал, что это полное отсутствие мыслей и есть подлинное счастье. Жалость – приятное чувство, устоять перед ним так же трудно, как перед музыкой военного оркестра. Слова его прозвучали фальшиво, правда, чаще всего звучит ужасно фальшиво. Подобно всем людям, живущим среди каких-то полукомедий, я выносила только те, что ставила сама и сама смотрела. По крайней мере, пока ты молод, в этом долгом обмане, называемом жизнью, ничто не кажется таким отчаянно желанным, как опрометчивый шаг. Случается порой, что человек совершенно счастлив один, сам по себе. Воспоминания о таких минутах скорее любых других спасают в трудный момент от отчаяния. Вы знаете, что способны быть счастливым в одиночестве и без всяких видимых причин. Вы знаете, что это возможно. И если человек несчастен из-за другого, безнадежно, почти органически зависим от него, такие воспоминания возвращают уверенность. Это незнакомое чувство, преследующее меня своей вкрадчивой тоской, я не решаюсь назвать, дать ему прекрасное и торжественное имя – грусть. Это такое всепоглощающее, такое эгоистическое чувство, что я почти стыжусь его, а грусть всегда внушала мне уважение. Чтобы мужчина и женщина полюбили друг друга, недостаточно вместе смеяться. Надо еще заставлять друг друга страдать. Время от времени человеку не мешает побыть в одиночестве. Это имеет свою прелесть. Лучше иметь основательную причину для несчастья, чем ничтожную для счастья. Ни с чем не сравнимое наслаждение – разгадать человека, увидеть его насквозь, заглянуть ему в душу и поразить в больное место. Дружеская ревность, пожалуй, страшнее любой другой. Вы редко думаете о будущем, ведь правда – это привилегия молодости. В соответствии с традицией мне казалось, я так страдаю, что никто уже не может сердиться на меня. Жизнь – это как волны в море. Одна несет вверх, другая вниз. Мы зачастую более раним людей через их близких, чем причиняя боль им самим. Каждый видел другого только в профиль и никогда не любил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова